Здравствуйте, товарищи! О сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. Компания Ашет Коллекция занимается, по сути, просвещением нас в разнообразии классических советских автомобилей. Сегодня у нас очередной обзор серии легендарной советские автомобили в масштабе 1 к 24. Кузов выполнен по технологии литья под высоким давлением, а значит он железный, так главную программу выполнил. Итак, сегодня у нас ВАЗ-2107, номер 71, изделие номер 71. Слышали про такое? Я, честно говоря, слышу впервые. Поэтому спасибо компания Ашет Коллекция за просвещение. Это семерка, сделанная для Китая. Ну, сначала рассмотрим машинку, потом переползем, так сказать, китайским народным историям. Мерседес для небогатых. Советский Мерседес. Ну, потому что внешне похож, ну, в смысле похож. Я думаю, даже лучше. Какова вам решеточка радиатора? Пластик в цвет металла. Хорошо читается ладья, блок фары. Вот этот клюв на капоте. Все сделано очень хорошо. И читаем, пластиковый бампер с железной блестючей накладочкой спереди. Буксировочные уши видны. Вот, наверное, и визуально все, чем отличается ВАЗ-2107 от других на тот момент выпускающихся Жигулей. Кормовая часть, блок фары. ВАЗ-2107 тоже читается. Видите, здесь хорошо видно на декольке пластиковый бампер, заходящий на крылья. Красота. Помню, все время вот эта часть отваливалась. Ну, да бог с ним. Так, плоское днище. А оно не таким ведь не было же, да, по-моему? Нет, почему? Вот, смотрите, место под запаску тоже видно. Со сливной пробкой глушитель в цвет глушителя. Придумал новую фишку. Четвертый раз уже используется глушитель, цвет глушитель. Задний мост с картером. Правильная отечественная резина. Диски с колпачками. Тут даже, видите, они поставили черную точечку, потому что так на колпачках и было. Снизу пластиковый молдинг, который я не любил и чаще он отваливался. Снизу хромированные полосочки, видите, вдоль. Ручечки пальцерезные. Ненавидел никогда. Чуть-чуть ошибешься и все. Срезал. Отсутствие, опять же, хромированные полосочки на лобовом стекле. Ну, не хромированные, блестящие, естественно, полосочки на лобовом стекле. Это ж пластик. Черные поводки дворников. Отсутствует правое зеркало. Хотя, по идее, по идее, наверное, оно бы уже имеет место быть. По салону. Семерышные кресла. Практически спарка социалистический. Вот этот вот гигантский подголовник, интегрированный со спинкой. Сзади мягкий диван, салон коричневого цвета. Дверные карты с длиннющими подлокотниками, ручками. Посередине полочка, на которую можно было много чего положить. Но она, правда, всегда чаще всего улетала назад, в сторону ручника, который здесь тоже есть. Так, кнопочки на бороде. Помните, снизу? Вот здесь они читаются. Включение-выключение, прям перед ручкой КПП. Место под магнитофон. Тут даже приборная панель отличается по цвету, чтобы вы понимали качество проработки. Воздуховоды, которые чаще доли холодным воздухом, но мы тоже знаем почему. Семерышный руль. Вот семерышный руль а-ля Мерседес. Тут уже не поспоришь. Мягкая дудка, четыре спицы, подрулевые переключатели. Слева-справа, да, все есть. Есть даже кнопочка варийки. Ха-ха. И замок сжигания. Спортивный. Почему спортивный? Читайте Википедию. Нет, ее читать нельзя. Не читайте Википедию. Все, запрещена она у нас. Там нехорошие вещи написаны. Так, а теперь почему, собственно, китайская машина? Ни для кого не секрет, что Китай в 1980 году больше напоминал СССР 1950 года. То есть это только самое начало китайского экономического чуда. Дорог нету, производство, мягко говоря, плохое. Китай только-только поднимается. Соответственно, китайским товарищам нужны были автомобили, которые бы выдерживали отсутствие дорог. Также была большая проблема с хорошим бензином. То есть 93-го бензина в принципе там не было. Ну, может быть, где-нибудь у правительственных товарищей был. Но в основном заправлялись в 80-м. А все наши машины уже были рассчитаны на 92-й бензин. И мы туда стали отправлять машинки с дефорсированным мотором. Потому что китайцев устраивало качество наших автомобилей. Ну, во-первых, парни непредвзято относились к машинам. Во-вторых, опять же, неубиваемая, легко ремонтируемая подвеска Жигулей это притча. Можно починить под любым кустом было бы чем. Мы стали дефорсировать двигатель, уменьшили степень сжатия, поменяв поршневую группу, поставив от восьмерки. И машинка совершенно спокойно стала работать на 80-м бензине. Поэтому чудес не бывает. И вот перед вами изделие номер 71. Вот такая вот интересная вещь. Конечно, технические характеристики сразу же уменьшились. И разгон до 100 уменьшился стал. Сейчас я подсмотрю в журнале, потому что цифра интересная. 19 секунд. Это, наверное, самый вялый у вас из ныне существующих. Понимаете? 19 секунд. Максимальный, но при этом расход топлива. Ресурс увеличился. Ну, в смысле, ресурс увеличился, а расход топлива уменьшился. Объем маленький 8,9 литра. Расход на ресурс бесконечность. Потому что мы знаем, что дефорсированные двигатели ползают больше. Итак, 66 лошадиных сил при объеме 1398 кубических сантиметров. 66. Вообще, ни о чем. 19 секунд. Да уж. Ну, максимальная 148, но это, конечно, чушь собачья. 148, это я не знаю. Под горку с попутным ветром пустой автомобиль. Может быть, так и поедет. А так, я думаю, что 120 прям предел. Особенно, где в Китае в тот момент было ездить. Я даже больше скажу. Интересно. Это вот для коллекционеров и любителей всяких интересных автомобилей. В Китае существуют семерки с двигателями от москвича 412. Представляете? То есть, туда привозили моторы, и они устанавливали в семерки москвичевские моторы. Потому что москвичевский мотор тоже очень хорошо себя чувствует в плохих условиях. Ну, вообще, вся техника наша отечественная чувствует себя очень плохо в плохих условиях. В смысле, хорошо в плохих условиях. Легко ремонтировать и непривередливо к топливу. Почему, опять же, китайский взгляд, взгляд китайских товарищей упал на ВАЗ-2007, а не на пятерку? Да потому, что появившиеся в 80-х годах машина была модная. И с производства ее сняли только в 12-м году. Выпустили миллион семьсот пятьдесят тысяч семерок. То есть, насколько она была востребована у нас. Ну, а китайцы понимали, что это самый современный на тот момент ВАЗ, не считая, конечно же, восьмерок. Мы рассматриваем классические автомобили. И для китайских товарищей наиболее надежный, наиболее перспективный по убиванию у себя на плохих дорогах. Еще раз. Изделие называлось комплектацией номер семьдесят один. А в остальном это все та же семерка. Пятиместная четырехдверный седан. Вес тысяча триста килограмм. Ну, полная масса тысяч четыреста тридцать. Габаритный размер. Длина четыре тысячи сто двадцать восемь миллиметров. Высота тысяч четыреста тридцать пять миллиметров. Ширина тысяч сто двадцать миллиметров. Дорожный просвет сто семьдесят миллиметров. Согласитесь, опять же, для отсутствия дорог в самый раз. Ваша жига куда только не заезжала. При этом коробка была четырехступенчатая. Ну, передняя, что вам рассказывать про подвеску. Передняя независимая, рычажная, на двух цилиндрических пружинах со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост. То есть, для китайцев мы поставляли просто с дефорсированным двигателем машинки. Так, далее. Про журнальчики я вам тоже должен рассказать. У нас в 105 номере будет ЗАС 1140. Таврия. А в журнальчике вот как раз подчеркнете знание про китайскую семерку. Сколько, кстати, было машин поставлено в Китай, практически неизвестно. И сколько их сохранилось до сегодняшнего дня, тоже неизвестно. По одной простой причине, что в Китае эксплуатация автомобилей немного другая. То есть, на тот момент, в 80-е и 90-е годы, машины эксплуатировались исключительно в городах и в качестве машин для мелких нарождающихся предприятий. То есть, ушатывали их просто и в конь и в гриву. А потом начался рост китайских промышленностей, китайских заводов. Кстати, ФАВ был построен по образу и подобию завода имени Сталина, чтобы вы понимали. Так, далее здесь статья про свечи зажигания, чтобы вы тоже знали, как они и вообще, что это такое. И Ёмобиль. Нереализованной амбиции. Ох, помню с Ёмобилем сколько цирка было на нашем телевидении и в прессе. О, Ёмобиль, Ёмобиль. Ну, в общем, хорошее дело. Ёмобилем не назовут. Напоминаю, что конкурс заканчивается. Это, наверное, последний автомобиль, который я подарю человеку, который подпишется на канале Рнару Туби. Ссылку, которую оставлю в описании. С вас подписка на канал. И комментарий в комментариях. Я уже сам выберу, кому отправить. Как-нибудь свяжемся, там перетремся, пересечемся. Засемь решите откланяться. В общем, до свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok